Река Рейн, воспетая Гейном, в любви он признавался ей не раз. Как можно не любить местечко, где родился и где стихи легко было слагать? Это стихи поэта Абдилды Тажбаева, посвященные реке Рейн. И не только он, но и многие писатели и поэты были вдохновлены красотой этой реки, плавно текущей вдоль берегов Западной Европы. Длина реки Рейн составляет 1320 километров, и протекает она через Швейцарию, Австрию, Нидерланды, Францию и вливается в Северное море. Германский город Кёльн тоже расположен на берегу этой реки. В этом маленьком красивом городке проживает больше миллиона жителей. Здесь живут в мире и согласии представители более ста национальностей, в том числе и казахи. Первые переселенцы появились здесь в 1920-40-х годах. В большинстве из них это потомки казахов, которым в трудные времена коллективизации не оставалось выбора, как только эмигрировать. А также потомки того поколения людей, которые остались в Германии после Второй мировой войны. Но основное становление казахской диаспоры в этом городе началось в 1960 году. Эти почтенные люди были одними из первых казахов, приехавших в Германию на постоянное место жительства. Они до сих пор помнят тот путь с Синьцзяньского района Китая в Европу. По историческим данным, в 1762 году мы приехали из семей в Китай. Нас было около 300 семей. Затем в 1937 году нас было уже 18 600 человек. Но в 1940 году до Индии дошли только 3039 человек. В то время Индия была колонией Англии, а страны под названием Пакистан еще не существовало. Мы потеряли 15 565 человек. И в их числе кто-то умер от голода или холода, кто-то заблудился, кто-то пал от пули врага, кого-то взяли в плен. Передвигаться по Гималаям было труднее всего. Там постоянно была метель и ничего не было видно. Моя мама положила меня в короб, где я находился и днем, и ночью. Мы тогда, хотя и были маленькими, не плакали и переносили все трудности вместе с нашими родителями. Наши аксакалы постоянно молились, чтобы мы дошли благополучно до места, где проживают мусульмане, и чтобы мы остались живыми и невредимыми. Так мы добрались до Индии. Всем известно, что климат и погодные условия в каждой стране резко отличаются. И наша братья так и не смогла привыкнуть к 50-градусной жаре. И так как им приходилось много пить воды, они начали заражаться различными инфекционными болезнями. Таким образом, потеряв большое количество соплеменников, они написали письмо турецкому правительству с просьбой о предоставлении политического убежища в Турции. Около тысячи казахов, проживающих в Индии более 10 лет, но так и не свыкнувшихся с местным климатом, переселились на просторы Анатолии. В 1953 году из Карачи мы добрались в Басыра и оттуда дошли до Стамбула. Два года прожили в Стамбуле, затем нас распределили по городам. Нас расселили в Кайсере, Ниде, Манисе, Сарели, Салихли и Аксарае. После подписания договора о трудовой миграции между Турцией и Германией в 1960 году многие представители казахской молодежи, жившие на тот момент в Турции, стали переезжать в Германию. Это первое фото Аксакала Ирысбая было сделано в Германии 50 лет назад. В начале он переехал в Германию сам, оставив в государстве Ататюрка свою семью. 30-летний мужчина наряду с изучением немецкого языка освоил несколько профессий. Через год он перевез и всю свою семью в Германию. Сегодня 83-летний отец очень счастлив, так как имеет шестерых детей, 18 внуков и четырех правнуков. Как говорится в казахской пословице, у каждого дома должна быть крыша, у каждого человека должны быть люди, которым они бы могли писать письма. Аксакал любит встречаться со своими сверстниками и рассказывать молодому поколению о трудностях, выпавших на долю его предков. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Наши соотечественники, переселившиеся в Индию и Пакистан, затем попавшие в Европу через Турцию, чтят народные традиции и обычаи. К примеру, самой распространенной является табак-торту. Каждому гостю режут скот и готовят наивкуснейший бешбармак. В зависимости от возраста и статуса гостя, ему подаются разные блюда бешбармака. Рахима Ерол, одна из старейшин казахского народа, говорит, что бешбармак подается на различных блюдах. Бастабак – главное блюдо. Цитабак – подарочное блюдо. Кюеутабак – блюдо для зятя. Келинтабак – блюдо для снохи. Жастар-табагы – блюдо для молодоженов. Тазобедренная кость ложится в главное блюдо. Перед главными гостями ставится блюдо с головой барана. Казахи, проживающие в Германии, твердо придерживаются исламских канонов. Каждый год они посещают священный город Мекку, таким образом исполняя один из пяти заповедей ислама. Несмотря на то, что они живут в европейской стране, наши соотечественники всегда употребляют пищу, соответствующую нормам шариата – так называемые халал-продукты. В свое время всему этому нас научили наши бабушки. И мы все это до сих пор помним и учим наших дочерей из снох. И они, в свою очередь, все безошибочно правильно распределяют по блюдам. Наши братья, живущие в европейских странах, для того, чтобы хранить исторические и культурные ценности нашего народа, создают общественные организации. В 1982 году в немецком городе Кёльн впервые открылся казахский культурный центр. В то время Хасан Аксу был 13-летним подростком. С этого возраста он начал работать в культурном центре и полностью посвятил себя этому благородному делу. Уже прошло более 30 лет с того момента, как Хасан Аксу переступил порог культурного центра. Наш центр был организован для того, чтобы наше молодое поколение не забывало богатое культурное наследие казахского народа. Мы здесь празднуем свадьбы, во время священного месяца Рамадан проводим вместе время омовения. У нас создана своя фольклорная группа. То, что вы называете ансамблем, мы называем фольклором. Мы учим наших детей казахским народным танцам, каражурха и буркит. Как говорится в песне, без каражурги не обойдется ни одна свадьба. Каждый казах, проживающий в Кёльне, считает этот танец своей культурной ценностью. Даже самые маленькие семейные посиделки не обходятся без танца каражурга. Арстан Шадетулы, человек, который побывал в 60 странах и познакомился отечественников с этим танцем, раньше жил в Германии. Танец, попавший во Всемирную книгу рекордов Гиннеса, сегодня стал стежнем казахской культуры. Абдулгафар Шокбелян говорит, что все это происходит благодаря тому, что мы по-настоящему стали ценить наше культурное наследие и популяризируем казахскую культуру по всему миру через культурные центры. Этот человек настоял на открытии первого казахского культурного центра в Европе. 9 июля 1982 года, когда наш центр был официально открыт, здесь насчитывалось всего 12-13 семей. Я руководил нашим центром около 15 лет. Но прошло время, казахские семьи разрослись, и сейчас в Хельне проживает около 125 казахских семей. В семье Абдулгафара Шокбелян с трепетом относятся к казахской культуре и традициям, которые были завещаны предками. Вместе со своей супругой, в пример подрастающему поколению, он празднует свадьбы своих детей, соблюдая национальную традицию – сундет, той своих внуков. Все наряды, которые его семья надевает в праздники, он шьет у казахских дизайнеров. Все вещи и мебель в его доме сделаны в национальном стиле. Глазам гостей предстает самобытное убранство дома, где находится место многим искусно выполненным национально-прикладным изделиям. Таким как конская упряга. Если мы не будем учить наших детей традициям и культуре, то мы просто не сможем называть себя казахами. Я каждый год езжу в Синьцзянь и Казахстан. И в каждой поездке я стараюсь взять что-то на память себе и своей семье из родных мест. Это сокровищница казахского народа неистребима. Имея корни, она имеет и продолжение в юном поколении. Но существенной проблемой остается развитие казахского языка теми, кто живет в европейских странах. Мечтой каждого казаха, проживающего вдалеке от родины, является незабвение родного языка. Каждый из них хотел бы видеть своих детей не только образованными людьми и прекрасно владеющими своим родным языком, а также, чтобы и дети, и внуки побывали на родине своих предков, и воочию увидели культуру и традиции своего народа. Они хотят, чтобы их дети по-настоящему гордились при звуке родной речи. Все казахи, проживающие в Кёльне, очень сильно скучают по своей родине. Все мечтают побывать в Казахстане. Но, честно говоря, наша молодежь ни внешне, ни внутренне абсолютно не похожа на казахов. Только в Казахстане можно научиться говорить по-казахски и научиться традициям. А здесь понятно, что мы им не можем этого дать. В Казахстане они могут посещать театры, музеи и испытывать гордость, соприкасаясь с этой сокровищницей. Я считаю, что каждый казах, независимо от того, в какой стране он живет, должен учить своих детей казахскому языку. Нужно каждое лето отправлять детей в Казахстан, чтобы они имели возможность выучить родной язык. В Казахстане они узнают больше о своих корнях и поймут, как это важно говорить на родном языке. «Слава Богу, моя дочь говорит по-казахски. Я считаю, что мне повезло в этом смысле. Туба и своего братишку учат казахскому языку». В Кёльне сегодня проживает около 500 казахов. Наши соотечественники живут здесь неплохо. Они абсолютно социально обеспеченные граждане Германии. В силу того, что наши братья приехали сюда в основном на заработки, у многих из них нет специального образования. Но сегодня число людей, которые хотят получить образование, растет из года в год. Особенно растет количество казахских студентов, которые хотят получить образование по специальностям стоматология, инженерия, экономика. А выпускники вузов успешно работают в различных государственных и промышленных организациях. Также среди казахской молодежи есть и ученые, занимающиеся наукой. Многие наши соотечественники уже более 25-30 лет работают на автомобильном заводе «Форд». Этот завод является одним из ведущих заводов города. На земле немцев, которые отличаются своим трудолюбием и ответственным подходом к работе, наши соплеменники ничем не отличаются от своих коллег и являются очень компетентными работниками. Городская администрация обеспечивает всем необходимым для открытия частного бизнеса. Орхан Бегае переехал из Турции в Германию вместе со своими родителями в 1967 году. Окончив кёльнскую школу, он постиг азы многих профессий и получил огромный опыт. Думая о будущем своих детей, в 1995 году он открывает своё дело. Сегодня Орхан является владельцем крупного автосалона. Владелец автосалона, продающий по 150 машин в год и вносящий вклад в экономическое развитие Германии, вначале продавал машины только в Германии и в близлежащие страны. Сегодня же он работает со всеми странами мира. Больше всего машин мы продаём в Казахстане, в России и на Украине, а затем уже в самой Германии и Франции. Кёльн является крупным производственным и культурным центром Германии. Многие исторические памятники и памятники культуры были разгромлены во время Второй мировой войны. Нетронутыми остался только Кёльнский собор. И сейчас этот величественный собор является главным символом города. Трудолюбивые немцы восстановили почти все здания, разрушенные во время войны. Город Кёльн является туристическим центром, который посещают тысячи туристов. Но у человека может быть только одна родина. Несмотря на то, что наши братья живут в таком красивом городе, они испытывают сильную ностальгию по своей земле. В Кёльне живут и казахи, которые мечтают побывать на своей исторической родине. Они представляют, как будут гулять по просторным степям Казахстана, как будут вдыхать запах свежей травы и слушать дамбру. И наши братья, живущие в немецком городе Кёльне, желают своим казахстанским братьям успехов и процветания в стране. Мой дедушка когда-то жил в Казылтас, близ города Туркестан. Не так давно он побывал там, и ему все очень понравилось, и он снова поехал туда через год. Он был в восторге от всего, особенно от Кумыса. Когда я его провожал в Казахстан, я ему сказал, это и моя родина, тебе нужно обязательно побывать там, увидеть все своими глазами. Теперь он и меня зовет собой. Когда-нибудь это случится, и мы обязательно съездим в Казахстан, ведь родина никогда не уходит в забвение. Я никогда не был в Казахстане, но очень хочу побывать там. Когда я думаю об этом, мое сердце словно выпрыгивает из груди. В будущем, я надеюсь, мы съездим туда. Родилась я в 1951 году, а в 1971 мы переехали в Германию. Из-за того, что мы живем вдали от своей родины, мы очень скучаем по своей родной земле. Пусть наш независимый Казахстан процветает, и пусть казахи будут самыми счастливыми людьми на планете. В год один или два раза мы бываем в Казахстане. У нас прекрасная, красивая страна. Нам нравится постоянно узнавать что-то новое о ней. С 1991 по 1993 год я ежегодно ездил в Казахстан по приглашению президента, так как я был тогда руководителем центра. Мы принимали участие во множественных коралтаях, собраниях. Если наша родина будет процветать, мы будем счастливы. Мы всегда с гордостью рассказываем о своей родине. Пусть в нашей стране всегда будет мир и благополучие. Пусть наш президент будет жив-здоров. Все, что я прошу у Аллаха, это мир и согласие в Казахстане. Я недавно подсчитал, что был в Казахстане 22 раза. Ничто не сравнится с Казахстаном. Я сильно скучаю по родине. Когда по телевизору показывают лошадей, как они скачут по степи, меня пробирает такая тоска по родине. А какой там вкусный кумыс. Скоро я выйду на пенсию, и мы уже договорились с женой, что полгода будем проводить в Казахстане, полгода в Германии. Будем живы. Так и сделаем. Продолжение следует...